привет привет дорогие подписчики зрители всякая разность китая вас приветствую сегодня у нас распаковки вот такой здоровый пакет ребята если вы новичок и плохо разбираетесь как узнать хороший продавец или плохой есть отличное расширение для сайта алиэкспресс устанавливается очень просто ссылочку вам оставлю под видео кто захочет может установить ставится он google chrome у вас появляется такая корзинка при открытии любого товара у вас появляется внизу окошечко вам предоставляет рейтинг продавца рейтинг 92 то есть это означает что описание товаров в магазине может не соответствовать реальность на самом сайте алитраст вы найдете от интересные статьи о том как узнать курс доллара на алиэкспресс что делать если товар оплачен но продавец удалил его и закрыл магазин алиэкспресс и многие другие вопросы вы найдете здесь на них ответы также можно посмотреть отзывы на различные товары и еще много полезной информации поэтому советую устанавливайте вы не пожалеете очень очень долгожданный шоу ребята 69 дней посылка шла 69 дней я уже с продавцом и так и сяк вроде рейтинг отличный и продажи у него есть но в общем продавец здесь должна быть экшн-камера из же и 4000 конечно же по названию поняли по очень низкой цене и так как цена низкая продавец решил сэкономить и отправил мне какой-то почта непонятной и трек номер начал отслеживаться только когда попала в россию по китаю отслеживалась только по какой-то определенный сайт он дал я уже не что за сайт подслежки только там отслеживался ну давайте приступим к распаковке в общем товар заказал у меня один человек представляю как он нервничал такой срок посылка шла конечно я тоже очень нервничал да я и так нервничал в принципе вот она вот она вот она ребята вот она камера все в посылке больше у нас ничего нету мы убираем ее и смотрим на упаковку так 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 ребята честно скажу блин я свою коробку выкинул я взял вот свою sd 4000 дабы сравнить насколько я не знаю у меня оригинал их или не оригинал я не знаю никто не может сказать как определить оригинал или не оригинал но я знаю что там по батарейке батарейка не чуть-чуть не совпадает если не оригинальная камера и что-то еще в общем ну качество записи естественно там худший поэтому я имею право предполагать что у меня находится в моем владении оригинальная камера sd 4000 вот она так вот сама камера и сейчас мы достанем достанем нашу новую камеру и сравним ее качество записи как она пишет как снимает и вообще как выглядит на внешний вид так достаем упаковочку что у нас там какая-то визиточка все больше ничего нету смотрите ну не знаю коробочка выполнена очень качество как видите картинки надписи сделаны аккуратненько поэтому ну не знаю мне кажется это оригинально камера сейчас проверим ребят давайте по комплектации мы имеем саму камеру сейчас мы вытащим вот она сама камера идет защитном боксе ладно не подойдем попозже идет дополнительная задняя крышка для защитного бокса но единственное это у нас идет водонепроницаемый чехол если поставить эту крышку он будет водопроницаемый но камера будет защищена так есть такое дело у нас юсб микро usb кабель включения для зарядки так крепление вот такое вот с прищепочкой есть как дополнительные колена веревочки все ниточки ребят ну комплектация полная смотрите вот еще крепление на на двухстороннем скотчек кстати я уже два использовал приклеивал очень хорош хорошо держится и очень сложно потом отклеивать вот для этого наверно не положили вот здесь имеется такой трос металлический это специально для съемок вот этих наклеек то есть после того как вы наклеите это крепление куда-то вам надо нужно будет его снять берете вот этот тросик вставляете под клеевой слой и таким движением срезаете просто напросто ваше крепление но я срезал просто ножом поддевал и отковыривал дальше идет вот такое крепление такое куча всяких креплений кстати кто-то меня спрашивал идет ли дать для велосипеда крепления да ребята вот имеется для велосипеда вот крепится на руль сюда одеваются различные колена какие здесь есть комплекте и можно использовать как нам ответ на велосипед 8 есть крепление для велосипеда есть зарядное устройство у нас идет 5 вольт 1000 миллиампер пластиковые хомуты для крепления в различных местах так салфеточка протирочная и инструкция по применению у нас идет на английском английском вижу о ребят есть инструкция на русском языке полностью смотрите все все написано на русском языке это очень интересно круто так все с этим и разобрались теперь перейдем непосредственно к самой камере так ну бокс принципе давайте сравним давайте посмотрим на внешний вид как они выглядят вот новая камера у нас вот у нас старая камера и так и так и так найдем три отличия хотя бы да как говорится так все 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 пока по лицевой части все идиотично все одинаково не знаю различия вообще не вижу но действенно моя немножко потреп они конечно уже сколько и лет так здесь сбоку в принципе то же самое кнопки немножко блестят почти то ярче сзади тоже крепление все те же принципе то же самое давайте ладно попробуем достать и посмотреть что она из себя представляет так открываем достаем камеру вот таким образом выглядит камера не знаю мне серебристый свет очень нравится так 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 здесь защитная пленочка на экране имеется hdmi вход micro sd карточка и micro usb вход так блок для батареи давайте посмотрим нашу батареечку как она выглядит достаем батарейку смотрим 37 вольт 900 миллиампер часов ну не знаю в принципе то же самое то же самое что и на моей камере давайте сейчас вот сравним я заказывал дополнительные аккумуляторы под аккумулятор который я заказывал этот пришел аккумулятор который достал из нашей камеры давайте сравним как видите все идентично все отлично но я конечно немножко потрёбанная потому что уже пользуюсь или давно как говорил а это новенькая вот но давайте попробуем ее включить отставляем нашу батареечку крышечку закрываем нажимаем кнопку включения и первый запуск так камера мне хочет включаться почему потому что скорее всего севший аккумулятор так как я повторюсь шла посылка 69 дней так этот аккумулятор отложим этот у меня заряжены всегда на инзе лежит камера у меня всегда в рабочем состоянии один аккумулятор севший стоит на зарядке я его сразу заряжаю 2 вставляю и у меня постоянно запасе есть аккумулятор заряжен так включаем с моим аккумулятором о загорелось загорелось включаемся так смотрим давайте сравним с моей тогда не на ребят смотрите в принципе по качеству изображения все то же самое даже по моему на новой более четче изображение или мне так кажется не знаю что ребята долго вас не буду задерживать то есть у меня уже есть обзор на эту камеру полностью полный обзор здесь ссылочку увидите переходите если интересно очень посмотрите там и качество видео и все все рассказываю всех настройках в общем там все есть давайте просто поснимаем на эту камеру и посмотрим как качество записи к качество звука и как вообще качество картинки так ну что тест камеры в общем снимаем мы сейчас на камеру сжей 4000 вот таким образом все выглядит в принципе по моему качество неплохой здесь идет фиксированная фокусировка поэтому ну вот смотрите насколько можно ближе приблизить чтобы видно было четко вот сейчас камера находится где-то в четырех в трех сантиметрах от надписи как видите немножко размытое но буквально отвести вот на 5 сантиметров от картинки и видите изображение становится очень четким поэтому принципе все пока довольно неплохо установлена сейчас разрешение 720 и на 60 фпс ок поэтому они за должно быть очень качественная запись ребята хочу вам поделиться и открыть один секрет в общем скоро я уезжаю с этой квартиры сейчас я вам покажу что у меня вообще происходит в общем вот здесь мы находится мое место рабочее где я и снимаю все наши видеоролики наши ваши вот таким образом выглядит у нас стол это мой балкон мое окно моя камера вот здесь я сижу на этом стуле и творю скоро придется все это разобрать и будет переезжать другое место вот мои ответительные приборы вот таким образом давайте пройдемся по квартире я покажу у нас какой там бедлам творится вот и вот и вот и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok